Всем привет! Привет! Меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в девятом уроке. Мы продолжаем с вами строить лендинг на компоненте GRIDBOX. Конструктор лендингов для Joomla. Следующий блок, который мы будем с вами делать, аналогично вот этому блоку с едой. И не забываем, смотрите, если мы страницу обновим, не забываем про анимацию. У нас вот этот блок выезжает слева так плавно. Если вам нужна анимация, обязательно это используем. Заходим на наш сайт, авторизуемся в режиме редактирования. И вот, чтобы вот этот блок наш заанимировать, мы заходим в его редактирование, то есть в его карандашик. Граунд. И анимация. Это, скорее всего, вот этот set in left. И вот видно сразу, как она срабатывает. Save. Все, анимация к блоку назначена. Итак, что мы делаем дальше? Мы создаем новую секцию. Также выбираем одну колонку. Нам нужно здесь иконочку, заголовок, подзаголовок. Мы с вами уже такое что-то делали. Подобное это у нас вот здесь, да, информация. Поэтому мы можем это просто дело все скопировать. Вот я навожу на верхний контейнер и нажимаю вот на эту иконочку. И ниже вот этот наш блок скопировался. И вот за эту вот иконочку мы можем этот блок перетаскивать, куда нам нужно. Перетащу его сюда. И уже здесь меняем текст на другой. И также здесь меняем текст. Также наш контейнер имеет цвет. Нет, общий вот этот вот задний план. Сейчас я получу код цвета. Там у нас точно такой же цвет идет. Заходим в общий контейнер. Background. Ставим решетку. Цвет и Enter. Save. Ну, в общем, все те же действия, которые мы с вами уже сделали ранее. То есть, теперь надо сделать блок во всю ширину. Заходим в этот блок. Margin. Во-первых, отступ сверху убираем, снизу. И делаем... Здесь ставим галочку во всю ширину. И Save. Далее я поторопился. Нам здесь нужно в три колонки блок. Поэтому я этот контейнер удаляю. И добавляю сюда три колонки. Так как у нас здесь на сайте вы видите три колонки. Потом еще три колонки. И идут уже... Контент, да, идет. То есть, картинка, какой-то текст. Сейчас мы это будем оформлять. Итак, мы заходим в контейнер первого блока. Нажимаем плюс. Нам нужно добавить изображение. Я добавляю плагин изображения. И загружаю сюда картиночку. С компьютера. Итак, картиночки я загрузил. Я их взял прямо с сайта. То есть, с сайта нашего примера. Выбираю здесь картиночку. То есть, здесь уже нужные размеры есть. Не надо мне на фотошопе править. Нажимаю Apple. И вы видите, картиночка у нас встает нормально. Следующий блок у нас имеет цвет другой. Я с сайта примера сейчас получу код цвета. Заливка этого блока имеет такой цвет. Значит, я захожу в настройки контейнера, background. И то же самое проделываю. Решетка, код цвета и enter. Save. Если мы с вами посмотрим, что в этом блоке, у нас также иконочка, какой-то текст, еще текст и кнопка. Мы можем это также скопировать уже с существующих, чтобы заново все не делать. И потом уже отредактировать. Значит, иконочка. Мы также можем, в принципе, отсюда сделать дубликат иконочки. И просто перетащить ее в наш блок. Вот таким образом. Далее. Давайте добавим цену плюс текст и редактируем текст. Вставляем нашу цену. Выделяю. И делаю побольше. Попробую вот такой вот размер. 48. Попробую сделать жирный. Эпли. По центру. Эпли. Так, цену выставили. Далее мы можем текст взять вот отсюда. Дубликат. Или просто так же здесь добавить. Еще добавляем. Текст. Редактировать. Вставляем наш текст. Эпли. Так, ну это все у нас мелко. Это все надо редактировать. По центру. Гребешки делаю размера 36. Здесь делаю 28. Эпли. И у нас здесь остается кнопка еще. В принципе, отсюда можно взять дубликат. Вот таким образом. Теперь нам нужно настроить отступы. Самое первое, нам нужно сделать отступ от верха до иконки и снизу от кнопки до низа этого блока. Сначала заходим в общий контейнер. Это у нас внутренние отступы, значит это паддинг. Так, от верха отступаем, ну 35 я вроде делал у других блоков. Попробуем сделать так же 35. И снизу бутон, вот это здесь, 35. У нас блок должен быть равный. Но у нас еще есть расстояние внутреннее, то есть кнопки, да. Здесь нажимаем save. Далее внутреннее расстояние между кнопкой, текстом и так далее. Мы заходим в кнопку margin. И отступаем. Не сильно много, так чтобы наш блок был размером такого же, как картинка. Немножко отступаем, потому что нам нужно отступ еще сделать нашего заголовка. Здесь save. Далее мы заходим в карандашик нашего текста. И видите, такая вот появляется, когда мы наводим мышь, красная пунктивная линия. Если мы наводим сюда, это у нас написано вставьте здесь параграф. Смотрите, если я навожу вот на самый верх и кликаю на эту красную кнопочку, у нас такой происходит отступ параграф. Нажимаем apply. Здесь у нас происходит отступ основного текста. Но тогда наш блок улазит слишком сильно вниз. Здесь нам нужно margin у кнопки сделать чуть выше, но не слишком высоко, чтобы прилипало. Сделаем 10. Save. И у основного блока заходим в основной блок настройки. Padding. Снизу отступ мы подубавим. Ну или кнопочку можно также убавить, в принципе, здесь уже смотрите сами. Чтобы не было слишком наляписто, да. Пожалуй, зайду в текст и самому тексту сделаю меньший размер. Сделаю 24 apply. Итак, этот блок мы оформили. Смотрим, что у нас далее. Идет еще одна картинка и текст с заливкой тоже, да. Значит, мы здесь добавляем также плагин images и нашу картиночку. Также картинку я скопировал с основного этого источника сайта. Нажимаю apply. Поэтому здесь уже у меня размеры есть. Если у вас свои картинки, конечно же, здесь... Ну, вы можете также скопировать эти картинки, чтобы посмотреть размеры. Да, ну или на глаз визуально. Если глаз наметан, сделать подходящий размер. Или прямо здесь убавить за счет возможности функционала gridbox. Дальше у нас идет там цена. Мы нашу цену делаем здесь дубликат. И переносим ее сюда. И меняем цену. Apple. Так, у нас сбросили, значит, стили. И размер, да. Какой здесь у нас был размер? 48. Заходим сюда и также выставляем 48 Apple. Далее у нас там идет текст. Мы также можем отсюда сделать дубликат. И перенести его сюда. Дальше здесь этот пробел, наверное, можно убрать. Потому что блок слишком уходит вниз. Зайдем в текст. Смотрите, чтобы этот параграф убрать вверху. Вот здесь есть источник. Это мы переходим в ваш HTML режим. И вот эту вот конструкцию верхнюю вы удаляете. И нажимаем Apple. Текст поднимается сразу здесь наверх. Вот. И там у нас блок имеет цвет. Возьмем нашу пипетку. Здесь есть еще какой-то оттенок, немножко другой. Я это вижу. Поэтому мы копируем этот код цвета. Идем в общий контейнер. Background. Выставляем решетку. Код цвета. Enter. Save. Видно невооруженным глазом, что цвет отличается. И теперь отступ немножко снизу зададим. Это у нас паддинг. Двигаем настройки влево, чтобы видеть, насколько мы это двигаем. И паддинг в бутон, отступ снизу. Ну и увеличиваем. Вот у меня на 32 пикселя, в принципе, вроде ровненько. Ну или можно линейку предложить. Save. Теперь, если мы обратим внимание с вами на блоки, на нашем примере, они примыкают друг к другу. У нас с вами, вот видно даже здесь сейчас, в режиме редактирования, что здесь есть расстояние. То есть, это как бы можно оставить, если нравится. Но если мы хотим так же, чтобы они примыкали, и тем более вы должны знать, как это делается, мы заходим в общий контейнер, вот в этот, да? Нажимаем карандаш, заходим margin. И здесь есть вот такая вот опция внизу. И стоит галочка по умолчанию. Если мы здесь снимаем галочку, обращаем внимание, наши блоки, вот я сейчас делаю, видно сразу, примыкают друг к другу. Нажимаем save. И если обратим внимание сейчас на блоки, то видно внизу у нас явно не состыковка в размерах. Сейчас очень трудно подгонять размер, потому что блоки имеют такой тон светлый, их не видно. Чтобы очень четко подогнать, мы можем пока временно изменить на какой-то яркий цвет, чтобы видеть эти расстояния. Также у этого блока я изменю цвет на какой-то яркий. И сейчас вот видно явно здесь несоответствие, да? Я беру линеечку и просто по линеечке сейчас выставлю все размеры. Захожу сначала в красный блок. Можно зайти, в принципе, в padding, внутренний отступ, да? И это у нас отступ снизу. Я его увеличиваю. У меня уехала здесь линеечка. Вот, теперь я его увеличиваю. Так, и теперь я захожу. Значит, здесь я нажимаю save. Не совсем удобный способ. Заходим в синий, но дальше уже будет у нас все проще. Так же заходим в padding. И это у нас бутон. Если мышкой тяжело двигать, лучше двигать вот этими переключателями, стрелочками, когда там остается один пиксель, например. И так же save. Смотрим на сайте. Я тут немножко еще padding подредактировал, чтобы на сайте смотрелось нормально. Теперь надо изменить цвет на тот, который у нас по умолчанию. И теперь смотрится нормально. Если мы сейчас посмотрим на сайт пример, обновим страницу, прокрутим до нужного блока, то видим здесь идет анимация zoom. Давайте тоже это подключим. Значит, все блоки одновременно у нас выезжают. Значит, это у нас, скорее всего, анимация общего контейнера. Вот здесь, наверху, карандашик. Background. Анимация в самом низу zoom. Увеличить in. Больше zoom здесь нет. Вот как раз-таки это она и есть, эта анимация. Видно было, как она сейчас сработала. Нажимаем save. На сайте примере у нас идут еще дальше три блока. Мы сейчас что сделаем? Мы сейчас скопируем весь контейнер с блоками. Ниже они сразу у нас будут располагаться. И просто заменим здесь уже быстренько картинки на другие. И поменяем их местами, блоки. Итак, что мы делаем? Мы опять наводим мышь на общий контейнер и нажимаем на иконочку. Наши блоки скопировались ниже. Теперь у нас расстояние между этими контейнерами. Там у нас блоки тоже как бы слипаются. Значит, смотрим здесь. У верхнего контейнера заходим. Смотрим. Сразу сначала padding. Padding именно бутон снизу. Видно, что 20 пикселей. Выставляем на 0. Зайдем сразу в margin. Также снизу убиваем на 0. Save. Заходим в нижний наш контейнер. Наводим мышь. Заходим. Также padding. Здесь у нас padding top. Сверху 20 пикселей убираем. И заходим в margin. Также в top. Убираем. Нажимаем save. Обновляем страницу. И видим, что наши блоки плотно прилегают друг к другу без расстояния. Нам теперь осталось только лишь сменить блоки. Значит, этот блок. Картинка у нас во втором блоке. Она находится справа. Мы делаем ей дубликат. И тянем сюда. Замещаем здесь. А этот блок мы удаляем отсюда. Далее. У нас в сайте примере. Здесь просто блок с цветом. Посередине картиночка меньшего размера. Вот этот блок мы просто переносим сюда. Так как он у нас находится здесь. Так. И вот так. И сразу отсюда код цвета. Мы заберем. И сделаем его бесцветным здесь. А этот блок покрасим как раз таки. В этот самый цвет. Так. Дальше. Нам осталось вот этот нижний блок переместить сюда. И вот эти все вещи мы также переносим сюда. Вот таким образом. Из-за того, что мы играли с отступами, нам здесь придется также убирать лишнее. Так как мы поменяли местами. У картинки, например, у нас не было никаких отступов. И видно здесь по цвету заливки этого блока, что у нас здесь много лишнего. Мы заходим внутрь. Паддинг. И убиваем здесь на ноль. И сохраняемся. То же самое у этого блока. Здесь наверху у нас есть отступ. Заходим также в паддинг. Паддинг топ. Здесь все убираем. И пока сейв. Также у среднего блока нам нужно получить вот этот вот цвет. Средний блок у нас не имеет никакой заливки. Нам нужно это сделать. И сейв. Дальше у этого блока у нас явно можно увеличить паддинг снизу. Или опустить немножко кнопочку. Здесь уже на ваше усмотрение. Так, у нас получается интересная картиночка, да? Обновляемся. Видно, анимация срабатывает. Все хорошо. Ну, осталось нам заменить текст в новых блоках, да? И сменить картиночки. Ну, вот картиночки сейчас я быстренько сменю вместе с вами. Заходим, значит, в изображение. Images. Select. Ищем наше изображение. Там у меня вот такая вот картиночка. Apple. Save. Сменилась. И меняем здесь. Таким же способом. Выбираем ее здесь. И Apple. Save. Обновляем сайт. И смотрим. И у нас здесь все сменилось, да? Кроме текста. Картиночки я изменил. Ну, вот так вот, в принципе, несложным образом. Можно вот так состряпать такие симпатичные блоки. И с каждым уроком вы все больше и больше понимаете прелесть и гибкость этого замечательного расширения Gridbox. На этом уроке я ставлю паузу. И мы продолжим с вами в следующем. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием «Хостик». Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второе, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете. Я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин